Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы обсудим систему RPPM. Разберем, что это такое, как она срабатывает и почему она вообще стала обсуждаться. Начнем как раз с этого вопроса, почему она стала обсуждаться в обширном таком масштабе в последнее время. Появились карабты в обновлении 8.3, появились бесконечные звезды, самый лучший караб на долгий какой-либо соотаргет бой. И люди заинтересованы в проке этих бесконечных звезд. Прокают они по своей системе, по системе RPPM. И сейчас начитаю вам абсолютно всю информацию, которая мной была собрана, и вы немножко начнете понимать, о чем речь вообще, как работает эта система и что она из себя представляет. Я подготовил файлик тут, и некоторая информация будет у вас появляться на экране, потому что там есть немножко формул, заумных очень. Мне некоторые люди помогли разобраться с этими формулами, но я честно особо не понял финального итога расчета этих формул. Итак, способность с RPPM, Real Proc Per Minute, то есть реальный прок в минуту, может прокнуть от любого нанесения урона или от любого создания отхила. Ну то есть от любой вашей ходки, от любого вашего хилкаста. Какие у нас есть способности с RPPM? Их очень много. Далее. В расчет всего этого идет время с последнего срабатывания RPPM, то есть с самого последнего прока. В зависимости от времени рассчитывается шанс на прок. Например, с целью того, чтобы сейчас все это нормально показать, мне нужно в анхолика спекнуться, потому что там уже идет первая формула. С ней я разобрался. Окей. Значит, что получается? У моего анхолика 35,5%. Прошло примерно 1,4 секунды с последней проверки, то есть с последнего нанесения урона. И при этом шанс на прок бесконечных звезд будет следующим. 2 умноженное. Что такое 2 в этой формуле? Это коэффициент прока бесконечных звезд. Вот она шмоточка с бесконечными звездами. Сейчас перед вашими глазами появится способность бесконечные звезды, точнее ее прок. И вы увидите то, что там срабатывание 2 штучки в минуту. Далее мы умножаем на коэффициент нашей скорости, то есть 1,355. Далее мы умножаем на 1,4. Это время с последней проверки. И далее мы делим на 60. Это количество секунд в минуте. Тут, я думаю, вопросов не имеется. И мы получаем 0,063.2 и дальше 3,333 в периоде идет. То есть в итоге мы получаем 6,32%. Окей. То есть мой прок бесконечных звезд на моем анхоле ДК при текущем показателе скорости равняется 6% и 0,32%. Прекрасно, замечательно. Я думаю, с этим мы разобрались. Далее была упомянута такая фраза, как время с последней проверки. Она имеет кап в 10 секунд. И это сделано для того, чтобы не получался 100% прок при самой первой атаке в бою. Полная формула расчета времени с последней проверки имеется на ваших экранах. Также в системе RPPM имеется защита от неудачи, а именно Unlucky Strict Prevention. Эта функция отвечает за данную защиту от неудачи. И она включается в том случае, если срабатывание эффекта, то есть прока, не было в течение минуты. Сами по себе реальные проки в минуту, RPPM, означает то, что ваш тринкет, имея значение, например, единицу, в среднем прокнет 1 раз в минуту. Если RPPM равняется 2, то уже в среднем 2 прока в минуту будет. Также стоит помнить, что система RPPM не учитывает, сколько заклинаний произнес игрок или сколько было ударов сделано. Единственное, что может сделать проки тринкетов, например, чаще, это показатель скорости. Получается так, что данный показатель включает в себя рейтинг скорости с экипировки и различные бонусы, которые повышают тот же рейтинг скорости. Например, барабаны. Например, срабатывание тех же тринкетов. Если у вас 20% скорости, то шанс проков будет увеличиваться на 20%. То есть, например, если аксессуар имеет RPPM единицу и при этом у нас есть 20% хосты, то тринкет будет прокать на 20% чаще. То есть 1,2 раза в минуту. Это достаточно просто рассчитывается. Конечно, есть разные тринкеты. У каких-то тринкетов срабатывание 1 примерно в минуту, у каких-то 4. Но есть тринкет под названием неустроенный хор. У него 8,13. Он падал с цитадели адского пламени и широко использовался на кливах. Но теперь время его прошло. Возьмем цифру попроще, чем восьмерка. Например, 10. Подставляем ее. Тринкет имеет RPPM 10. И при подстановке данного значения в формулу, Unlucky Strict Prevention дает бонус, если у игрока не было проков 9 секунд. Реальные данные, конечно же, могут отличаться с учетом скорости и различных там бафов скорости, которые находятся на нас в текущий момент. Но разберем более реальный случай. Для тринкета с RPPM 2,5 необходимо провести всего лишь 36 секунд без единого прока, чтобы получить бонус к данной системе и чтобы, собственно, словить весь этот прок. Вот такая умная информация. Подумайте о ней и поразмышляйте на тему того, как действует система RPPM в пользу игрока или не в пользу игрока. Когда-то она действует, но в целом она работает относительно нейтрально. То есть, да, имеются проки звезд тогда, когда это нужно и все такое прочее. Собственно, все это к тому, чтобы вы вообще понимали, как срабатывают звезды, как срабатывают тринкеты, так как вопросов в текущий момент насчет срабатывания звезд очень много. Ну а тринкеты были приведены лишь для примера. Ну и потому что они все-таки работают по такой же системе. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok